Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Букаев. О мерах поддержки военнослужащих и членов их семей, что является особой зоной ответственности органов государственной власти всех уровней. Что касается экономики, то по основным показателям в промышленности, сельском хозяйстве и туризме мы видим уверенный рост, отметил Юрий Чайко. Сегодня завод Дамате запустил новую консервную линию, увеличиваясь мощность производства консервов до 2 миллионов банок в месяц. Это позволит производить до 24 миллионов банок в год. Сумма инвестиций составила порядка 15 миллионов рублей. За производством консервов наблюдала Мадина Каракетова. Лидия Кимкетова в Дамате не работает еще и года, но уже на хорошем счету как грамотный специалист. Лидия называет себя контролером веса, то есть она контролирует, взвешивает наполненные банки. Банка должна быть определенного веса. Если меньше, я добавляю, если выше, я убираю. Она должна идти в обороты. Мясные консервы проходят все этапы также ответственно. Этим и объясняется их неповторимый вкус и качество, которые уже оценили потребители. Консервную продукцию Дамате стала выпускать летом 2023 года. Проект, как говорится, стрельнул и ровно через год компания значительно увеличила мощность производства. Мы увидели, каким спросом пользуется продукция и руководством компании в оперативном режиме было принято решение о модернизации данного цеха. Соответственно, путем замены нескольких единиц оборудования, автоматизации некоторых этапов производства продукции, На выходе мы получили производство, способное выпускать 2 миллиона банок в месяц или 24 миллиона банок в год. На первоначальном этапе? На первоначальном этапе мощность этого цеха была порядка полумиллиона банок в месяц. Модернизация оборудования позволила увеличить скорость линии. Дополнительно приобрели этикетировщик, банкомойку, дозатор и закатку пустой банки. Мясоорезку, которая также упрощает процесс и позволяет в конечном итоге быстрее заготавливать сырье и, что немаловажно, обеспечить точность его нарезки. После того, как банки наполнили с учетом всех требований и стандартов производства консервированного мяса, их отправляют на дополнительную стерилизацию. В эту смену за жесткую тепловую обработку, которая в полной мере обеспечит гибель не образующей споры микрофлоры и гарантирует стойкость консервной продукции при длительных сроках хранения, отвечает Иван Кравчук. Мы производим варку продукции. В течение двух часов у нас идет стерилизация. После чего мы выдаем уже готовую продукцию на участок упаковки и маркировки. Эти мясные консервы можно смело хранить до двух лет. В качестве сырья для консервов Даматея используют собственную баранину и индейку. Работает цех по производству консервов ежедневно, без выходных. В одной смене задействованы порядка 35 человек, рассказывает генеральный директор завода ООО «Кавказмясо» Харун Гидиев. В планах компании дальнейшее развитие производства консервов. Я так думаю, это еще не последний этап модернизации, увеличения мощностей производства. Почему это происходит? Потому что наша продукция соответствует всем требованиям качества продукции. Само производство отвечает всем требованиям пищевой безопасности. Очень хорошие отзывы от покупателей получаем. На текущий момент мы выпускаем ассортимент баранину тушеную и баранину классическую, также индейку классическую и индейку по-домашнему. В планах есть запустить также производство консервов из говядины. Консервные продукты Даматея выпускаются под брендами «Базарка» и «Индилайт». Все сертифицировано по стандартам «Халал». Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В наших выпусках мы не раз рассказывали о благоустройстве региональной столицы. Вот только далеко не всем преображение Черкеска приходится по душе. И они вносят негативную лепту в облик города. О том, как минимизировать последствия от набегов вандалов, сюжете корреспондента Артура Мхце. Один любит проехаться на спор по ступеням парка «Зелёный остров». Другой проверяет на прочность детскую или спортивную площадку. Третий демонстрирует грамотность на памятном месте. Подобные акции вандализма, а также молчания очевидцев недвусмысленно намекают, что жителям Черкеска благоустройство не нужно. Части людей, видимо, нравится существовать в том мире, где нет комфорта и красоты. Взять общественные территории. Уж сколько раз обслуживающей их организации приходилось заменять порванные провода, тренажёры, скамейки и не сосчитать. Осознанный вандализм – это когда люди приходят готовые с инструментом заведомо что-то поломать. К сожалению, это встречается. Поломать или украсть. Вот, допустим, если мы возьмём, перед телевидением есть парковая зона детская такая. Там стоит медведь и медведица. Стоял до этого олень. То есть кто-то пришёл с пилой, отпилил олень у рога. И в тот день, когда мы уложили резиновое покрытие, в тот же день она была украдена. Мы передаём на баланс, допустим, управляющим компаниям игровое оборудование. Да, они за этим следят. То есть текущий ремонт, да. Но если какой-то вандализм, ну, и управляющие компании – это не особо интересно, потому что лишние расходы. Ну, и жильцы, конечно, возмущаются. Поэтому тема острая. То ограда вдоль проезжей части пропадёт, приходится ловить нарушителей и попутно устанавливать новые конструкции. То цветы или саженцы деревьев кто-то отправит в свой палисадник. И коммунальщики вынуждены оперативно искать замену. То у скульптур появляются повреждения, несовместимые с презентабельностью. И ведь находятся те, кто видит рукотворные памятники бескультурью, но молчит. Может, их тоже всё устраивает. С вандализмом сталкиваемся регулярно, бороться с этим. Ну, есть пассивные методы, будем так говорить, видеонаблюдения, активность граждан, которые наблюдают за передовой территорией. Ну, это работа, в первую очередь, в семьях, потому что зачастую, вот, допустим, тоже игровое оборудование, которое стоит на детских площадках, оно предусматривает, ну, какую-то возрастную категорию, допустим, 5+. А когда на него, допустим, заходят дети, там, 13+, ну, никакое оборудование не выдержит. Испорченные осветительные приборы, поломанные карусели, пропавшие урны и зелёные насаждения. У каждого из подобных случаев есть, скажем так, свои авторы. То есть те, кому благоустройство в Черкесске безразлично, если не сказать противно. Лишь бережное отношение жителей к создаваемому для них комфорту, отстаивание имущества перед вандалами, повсеместная установка камер в виде фиксации нарушений способны изменить ситуацию в лучшую сторону. Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия. Турист спасён в горах Карачаева-Черкесии. Об этом сообщают в МЧС республики. По словам спасателей, 5 часов мужчина провёл в Донбай, любуясь красотой природы и засидевшись до тёмного времени суток, искал дорогу обратно. Опасаясь диких зверей, путешественник позвонил за помощью в МЧС. Спасатели нашли туриста в районе озера Павлиний глаз и сопроводили в посёлок Донбай. Всё закончилось благополучно. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильный, ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11, температура ночью 12,17, в горах до плюс 9, днём 24, 29 градусов тепла и местами до плюс 20. В Черкесске без существенных осадков ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью 15,17, а днём 27, 29 градусов тепла. В эти дни в Донбай проходит межрегиональный форум на вершине 2024, где принимают участие представители благотворительных организаций, региональных и муниципальных органов власти из 20 регионов России. Основная тема форума – взаимодействие благотворительного сообщества, региональных и муниципальных органов власти, а также МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Межрегиональный форум на вершине собрал более 100 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Организатором выступил благотворительный фонд «Территория милосердия» и Ассоциация благотворительных фондов Северного Кавказа «Вершина». Основная тематика форума – взаимодействие НКО в чрезвычайных ситуациях. В ходе различных лекций и семинаров участники форума узнают, насколько важно тесно сотрудничать с различными ведомствами при оказании помощи пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Более чем из 20 регионов приглашены. У нас есть международный спикер из Казахстана, который рассказывает на практике об устранении чрезвычайных ситуаций, таких как паводки в Казахстане, наводнения в Орске, Оренбургской области. То есть наши спикеры представляют собой различные организации, такие как государственные, так и некоммерческие организации, которые на своем примере рассказывают, на примере своего региона, о том, как они ликвидировали чрезвычайные ситуации, с кем они объединялись и как они работали. Различные спикеры, представители общественных объединений, которые на своих примерах показывали, как они оказывают поддержку различным ведомствам в оказании помощи пострадавшим от различных катаклизмов. Также продемонстрировали работу различных добровольческих организаций в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. Приятная аудитория, то есть задают вопросы во время дискуссий, вне дискуссии. То есть люди пытаются, скажем так, получить этот объем информации, который, возможно, в обычной жизни недоступен. Для нас, представители общественных объединений, очень важно иметь представление, как нам в случае различных ЧАЭС действовать и оказывать свою посильную помощь, отмечают участники форума. Важная тема для нас, для всех фондов, потому что координация в случаях чрезвычайной ситуации, она очень остро встает. Если у нас по итогу сегодняшнего мероприятия будет какая-то маршрутная дорожная карта, то это будет бесценно. Мы, донегистанская делегация, очень надеемся отсюда именно эту дорожную карту ввести. Форум проходит в рамках грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаева Черкесии при поддержке фонда президентских грантов. Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Донбай. Отдых с молитвой, походы, дружеские беседы о традиционных ценностях России. В Марухе с 2002 года действует православный лагерь «Школа русского выживания», в котором отдыхают дети разных национальностей и из разных уголков страны. Подробности у Али Баташева. Это как будто другой мир, совершенно другой мир, где нет интернета, телефонов, где только активные игры, походы. И здесь очень много всего интересного. Серафима Козлова из Невиномыска приезжает сюда третий год подряд пообщаться с единомышленниками, отвлечься от городской суеты и отдохнуть от информационного шума. Нет интернета, зато есть много свободного времени. Игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, купание в горной речке, рыбалка. И, конечно, увлекательные походы по живописным местам Марухского ущелья. Ходим и на водопады, и в пещеру даже ходили, и на горы всякие поднимаемся. В общем, здесь очень хорошо и мне очень нравится. Кто-то сможет научиться рубить дрова, разводить костер, устанавливать палатку, получит первые навыки игры на гитаре. Можно уединиться, читать, писать, рисовать, заниматься саморазвитием. Но в распорядке дня есть свои особенности. Мы встаем на утреннюю молитву, мы молимся перед едой и после еды. Нам читают Деяния Святых Отцов. И в целом тут культивируется тот образ, в котором должны жить православные люди. Как должна себя вести православная девушка? Как себя должен вести православный христианин-мужчина? Какие обязательства он на себя должен брать? Любить по-настоящему свою родную землю можно только познавая ее красоту. Интересуясь историей, культурой и традициями ее народа. Убежден руководитель лагеря, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери села Маруха и романах Александр Емельянов. Здесь говорят о любви к родине, приводя в пример святых Александра Суворова, Михаила Кутузова и Александра Невского. Беседу о семейных ценностях вспоминают не только Петра и Февронию, но и пушкинскую Татьяну Ларину. Такой интересный симбиоз летнего отдыха, походы, соревнования, развлечения, одновременные беседы и лекции о семье, браке, о верности. Как различать эти вещи, как любовь и влюбленность. На примере Онегина, на примере Татьяны. Так, чтобы они хотя бы приобщались одновременно к своей великой культуре русской, но и не делали ошибок. Так приятно ехать в то место, где тебя ждут. А нас здесь не просто приглашают, а еще и ждут. И хотят видеть. А это всегда приятно. Лагерь действует с 2002 года. Многие приезжают сюда каждый год. Находят ответы на главные вопросы жизни, настоящих друзей и даже свою вторую половинку. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаил Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Вместе навсегда». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова